Всем добрый день, здравствуйте! Большой всем привет! Вот поход на помойку, скажем так, да? И была обнаружена вот такая тележка. В принципе, еще почти хорошая. Но колес уже нету, потому что это были китайские колеса. Они, видать, сгнили, развалились. Да и тележка уже сама разваливается. Ну, все такие тележки знаете, видели, да? Но возникла мысль. Недавно я тоже буквально с металлоприемки приволок несколько, как пару колесиков. Мы их попробовали, восстановили. Почему бы эти колесики не срастить с этой тележкой? Да, штатные колесики, конечно, побольше до нее идут. Но у нас есть сейчас эти. То есть что-то можно будет обрезать, что-то подрезать, поднять, приподнять. И, короче, сейчас делаем себе тележку. А почему бы и нет, приступаем. И так далее. У нас была 25-я большая осенка. Ну, пруток. Ну, честно говоря, мне жалко стало. 25-й пруток, считай, полметра вот это вот. Зря на тележке возить. Так как есть токарный станок, это можно сделать много чего полезного. Поэтому мы обрезали концы. Так, поэтому я обрезал концы. Отсюда взял трубу. Ну, взял обычную водопроводную трубу. Вот уже тут ржавая, корявая. Валялась не много лет уже, да? Ну, она еще не совсем проржавела, поэтому что обрезал лишнее. То есть у нас в качестве оси будет выступать труба. Честно говоря, вот такая труба на изгиб это жестче, чем вот такой пруток. Но труба это труба, а пруток это много токарных изделий. Поэтому взяли трубу. Штык-машинка сделали прорези с двух сторон. Ну, насквозь. И теперь вот этот огрызочек вставляем сюда. Провариваем. А чтобы он тут не ломался, еще и провариваем. Здесь длинные швы такой. То есть такой Т-образный шов у нас получается. Получается все мощно, крепко и хорошо. Ну, и то же самое с этой стороны. Тоже прорезь. Вставляем пруточек, обвариваем. Да, сварки чуть больше, но мы выгадываем полметра 25-го кругляка. И получаем в итоге ось более жесткую, чем была бы та. Варим, работаем. Ну, вот в итоге вот такая осенка у нас получилась. Вот. Приварили, обварили. Я на станочке немножко облагородил. То есть все получается красиво. Ну, вот укороченная версия осенки у нас получилась. Плюс мы и добавили жесткости. За счет того, что у нас стоит труба, а не просто проток. Так. Ну, теперь можно и за тележку браться. Ну, а так как диаметр колеса у нас сейчас меньше, чем штатный. То есть получается, эти подпоры у нас намного выше, чем само колесо. Соответственно, что осенку надо будет поднять где-то вот на вот такой примерно уровень. Для этого что делаем? Замеряем. 31 сантиметр у нас есть. Здесь диаметр колеса у нас 200 миллиметров. 31 сантиметр, да? А диаметр колеса у нас получается 270. Ну, высота колеса. То есть нам не хватает 40 миллиметров. То есть вот эту точку надо поднять на 40 миллиметров выше. Но потом на него осенку ложить. Ну, гнут перегибать я ничего не буду. Сейчас просто обрежу вот здесь. Обрежу эту стойку. И здесь делаю новую стойку на 4 сантиметра выше. Ну, и здесь, соответственно. И к ней уже приварю и осенку, и вот эту вот обрезанную трубку. И здесь, соответственно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот такой у нас самосвальчик получился Свеженький, чистенький, зелененький Ну вот так что, ребят Если кому нужна тачка Все очень просто Ходите по металлоприемкам Находите какие-то обломки, огрызки Которые люди выкидывают Находите колесики Какие-то трубы Ну или может быть на своем центральном складе что-то найдете И в итоге у вас получается Вот такое вот замечательное транспортное средство Отличный помощник для домашнего хозяйства Ну что, на этом всем-всем-всем Ну и что На этом всем-всем-всем большой такой большой привет Вот такой большой привет Огромный, вот как эта тачка Вот такой привет Ну и пожалуй, до свидания на этом Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok